И сегодня же президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев провел совещание по обсуждению мер модернизации систем отопления объектов в социальной сфере. Для теплоснабжения зданий преимущественно используются традиционные сырьевые ресурсы, стоимость которых все более возрастает. Это обуславливает необходимость их бережного и экономного потребления. Сегодня система отопления в 15 тысячах социальных объектов нашей страны устарели и требует ремонта. При их эксплуатации теряется 35% тепловой энергии и температура отопления в них в два раза ниже нормы. В Бустанском районе Антижанской области был проведен эксперимент по обновлению и управлению системы отопления на основе частного партнерства. Были модернизированы и переданы в частное управление отопительные котлы. В результате снизилось потребление энергии и повысилась температура внутри зданий. Оптимальная температура в социальных объектах обеспечивалась даже в период аномальных холодов прошлой зимой. На совещании обсуждены предложения по широкому внедрению этого опыта. Предлагается передать систему отопления в управление предпринимателей на срок 10 лет. Государство будет закупать выработанную энергию. Половина необходимых средств на модернизацию сетей будет выделяться из бюджета. Половина за счет частного партнера. Комплектующие необходимые для производства отопительных котлов будут освобождены от таможенной пошлины на два года. Глава нашего государства одобрил эти предложения и дал указания по организационным и финансовым вопросам. Перед ответственными лицами поставлена задача инвентаризировать и поэтапно модернизировать систему отопления социальных объектов районов и городов, привлекая к управлению ими предпринимателей. Подчеркнуто, что необходимо принять меры по снижению потерь энергии и сохранению тепла в зданиях. Поручено запустить производство энергоэффективных отопительных котлов с привлечением инвесторов. На совещании также обсуждался вопрос поставок угля. За последние годы добыча угля в нашей стране увеличилась с 3 миллионов тонн до 5,4 миллиона тонн. В этом году планируется добыть около 6 миллионов тонн. Но спрос на уголь гораздо больше. Президент дал указания по привлечению частного сектора и новых технологий к освоению перспективных месторождений, повышению качества угля.